Белгородские школьники познают азы правильного питания. В 17-й школе детям в игровой форме рассказывают о здоровом образе жизни и культуре пищевого поведения. Наша съемочная группа побывала на таком уроке. Олеся Веденеева подробнее. Кто хорошо ест, тот хорошо учится. Таким девизом руководствуются на уроках правильного питания в 17-й школе. На занятиях учитель в игровой форме рассказывает второклассникам о сбалансированном меню и о том, какие продукты должны быть на столе каждого ребенка. Полезно это ягоды лесные, которые мы собираем, грибы. Полезно по утрам кушать каши, чай пить, соки, компоты, чаи с лимонами. Эти дети давно усвоили, что такое витамины, белки, жиры и углеводы. Но на уроках правильного питания они узнают не только, сколько стаканов молока нужно выпивать в день и какой суп самый полезный. Школьникам рассказывают о санитарных нормах и пользе правильного режима питания. Впрочем, эти дети легко могут рассказать не только о полезных продуктах. Второклассники знают и о том, без чего растущий организм может с легкостью обойтись. Лук, лимон, морковь, шизбургер. Программа «Разговор о правильном питании» была разработана для российских школ в 1999 году. В Белгородской области она реализуется с 2008-го. Тогда азы вкусной и здоровой еды постигали порядка 3000 школьников. Сейчас в программе задействовано более 45 тысяч детей. В 17-й школе Белгорода уроки здорового питания проходят уже на протяжении нескольких лет. Меньше жирного, меньше соленого. И со здоровьем детей будет все благополучно. У ребенка должен быть сбалансированный рацион, чтобы он прыгал, бегал, учился и был здоровым. Пока такие уроки проходят только в младших классах. Но в будущем у руководства школы есть идея сделать факультативы правильного питания и для старшеклассников. Бери больше молока, будет ваша жизнь не так.